Первое, о чем подумала Анна, когда увидела на скамейке сумку и куртку, что владелица где-то рядом. Но прождав минут 10, девушка поняла, что вещи забыты. Впервые оказавшись в такой ситуации, она растерялась. Помня о терактах и об уловках мошенников, трогать вещи она не решилась. Очень насторожила, если честно. Мне было очень страшно даже в какой-то момент стоять и наблюдать за этими вещами, потому что мало ли что там может быть. С другой стороны, нужно было что-то предпринять, чтобы найти владельца вещей. И самый быстрый и действенный способ, по мнению Анны, сделать это через интернет-сообщество. Я сфотографировала, как все это выглядело. И скинула через социальные сети фотографию в надежде, что хозяин достаточно быстро найдется. В соответствии с законодательством, человек, который обнаружил вещи, должен предпринять все меры к поиску владельца. Дать объявления в газете, радио или через интернет. Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют приносить найденные вещи в стол находок полиции. Можно оставить их у себя, пока не обнаружится хозяин имущества. Но утаивать найденные вещи нельзя. Лицо, нашедшее имущество и не применяющее никаких мер для возврата и усыновления ничего в лицо, будет включено к ответственности по статье 158 главного наклада. То есть, икрынуть будут как кражу. Давая объявления через социальные сети, стражи порядка рекомендуют описывать найденные вещи в общих чертах, не давая детальной информации, так как этими сведениями могут воспользоваться мошенники. Передавать вещи нужно только при личной встрече и предъявлении документов. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.